То Бог вели, яко Бог наш. ПЕСНЯ Вічна книга життя Святе Євангеліє відкриває нам таємниці відносин людини з Богом. У неділю в церкві на Божественній літургії читається євангельська притча про Гадаринського біснуватого. Чому навчають нас ці великі вічні глаголи? ПЕСНЯ Господь, коли вкратив бурю, то корабль с апостолами пристал к берегу, і там Господа встретив бісноватий. Он рвал цепи, то есть был в нашем понятии неуправляемый, никто не мог с ним справиться, все его боялись. Он жил, сказано, они обычно живут или в гробах, или в безлюдних местах, и Господь его исцелил. Ну перед этим он спросил, как имя тебе, он сказал, у меня имя Легион. То есть это очень много было бесов в этом человеке. Бесы ужаснулись, и в виде Господа попросили его не мучать их, и дать им разрешение вселиться в стадо свиное, которое паслось невдалеке. Господь им позволил это сделать. Стадо, после того, как бесы в них вселились, овладели ими, они скручили, бросились в море и утонули. Пастухи рассказали о этом случае всем жителям города, очевидно тем, кто владел этими свинями, поручил им их пасти. Люди ужаснулись и стали просить Господа покинуть их место. Обесноватый он сидел у ног Спасителя и мирно беседовал. Это евангельское повествование имеет большое значение, потому что мы во многом думаем, что все, что происходило, оно происходило тогда, в то время. Но в наше время более скрытая форма беснования. Что такое беснование? Это даже болезнь, которая не поддается каким-то лечениям. Это болезнь духовная. И есть болезни, мы знаем, физические, которые лечатся лекарствами, есть болезни душевные, которые у человека повреждается ум, повреждается память и прочее. Они лечатся в психотерических больницах, это тоже лечатся таблетками. А есть духовная болезнь, которая не лечится таблетками. Ибо, как само слово беснование, оно нам раскрывает смысл этой болезни и причину этой болезни. То есть человеком владеет, всем человеком владеет бес какой-то. Один, два, десять или, как сказано, легион. Поэтому беснование лечит только Господь с помощью Церкви, с помощью Таинства. Есть различные формы беснования, но в наше время, чем она опасна? Потому что она очень скрытая, эта форма беснования. Но мы можем видеть в наше время явное проявление беснования. Это известные, неоправданные, жестокое средство преступления, серийные. Или есть люди, общая форма беснования, когда вдруг в какой-то стране возникает какой-то бунт, неоправданные люди крушат, все ломают, убивают и жаждут крови. И это было в истории наших стран в прошлом, тоже все эти революции. И сейчас происходит везде повсеместно. Но есть обеснования, которые менее явно выражены. Это, скажем, известно, это пьянство, известно, это человек просто ходит злой, просто он не может не сделать зло, он привык к этому. Ведь когда овладевает человеком бес, это его первое, что он, это желание навредить людям, желание сделать зло. Это показано в этой притче, что они, бесы, не могли просто где-то быть, им нужно кого-то губить, это их сущность. И вот они погубили стадо свиней. Так же человека, если Господь попускает, то человека они мучают. Но без помощи, без позволения Божьей они ничего не могут сделать. Поэтому скрытая форма обеснования есть во множестве. И мы видим сейчас, как это постепенно, все наше общество болеет этой болезнью. Это видно и на экранах телевизоров, это видно и в прессе, это видно и на бигбордах больших. Проявление вот этого опущения нравственности, безнравственности и принятия тех норм нравственных, которые не свойственны нормальному человеку, а свойственны именно человеку бесноватому. Ибо беснование – это крайняя форма безнравственности. Поэтому человек должен помнить, что каждый может быть подвержен, и уже многие подвержены этой форме болезни, которая не лечится, а лечится только в церкви. И как Господь говорил, что этот род изгоняется молитвой постом, молитвой в церкви, постом. И вместе со всеми человеками в церкви, каждый индивидуально, если в определенные дни. Поэтому значимость притча огромная, и мы должны все задумываться, чтобы каждый не приобретал те качества, которые владеют бесы. Это, скажем, лентарно ложь. Отец лжи кто? Это дьявол. Если мы просто лжем, как даже некоторые, я во благо солгал. Это тоже вредно, потому что он приобретает это качество. Он уже становится не ближе к Богу, а дальше к Богу. Так и дальше все вроде мелкие-мелкие такие вот нарушения, нравственные заповеди, они приводят человека к тому, что он отходит от Бога, а сердце пустое не бывает. Мы так устроены, что наше сердце должно быть заполнено. И заполнено идеально, это должно быть заполнено любовью к Богу. Тогда Господь будет нами руководить, Дух Святый будет руководить, благодать будет нами руководить, и мы будем идти правильным путем. Если мы оставляем это сердце пустым, без любви к Богу, то, естественно, заполняет его, кто враг и все прочие, то, что связано через земное, приходит к нам в сердце. Как сказано в Евангелии, что если выйдет бес и ходит по безводным, пустынным местам, не найдет места, возвращается в свой дом, то есть в сердце человека, которое было праздным, найдет его выметено, убранным и придет с собой еще семь бесов, еще страшнее. Духовная, душевная болезнь — это разные болезни. Душевная, как уже сказал, высшая, она лечится нашими психиатрами или психотерапевтами, как они как-то различаются. А духовная только с помощью Божьей. И вот есть признаки, когда можно примерно определить, определить, как человек болит, духовно или душевно. Духовный человек, он осознает, что с ним происходит. То есть у него бывают временами приступы, временами, и он чувствует, что он не может справиться с этим. А душевный человек больной, он никогда не признается, для него все это и есть действительность. Вот эти все видения, мысли какие-то, голоса и прочие-прочие, разные формы есть, шизоферния и прочих душевных болезней. Он это принимает за чувство монет, и он никогда не согласится, что он больной. Вот в этой связи, к сожалению, закон не очень хорошо был принят, очень давно, еще не в наше время, сейчас, еще более ранее, когда лечить душевного больного человека можно только по его согласию. Практически поэтому вот в моей практике, к сожалению, многие люди погибают. Он не пойдет никогда в больницу, он себя считает здоровым. И убеждая, что он убегает из церкви, потому что батюшка ему не поверил, потому что он вроде здоровый, он пытается выдать свою болезнь душевную за духовную, а ему объясняют, что он же им идти к врачу лечиться. И, к сожалению, люди погибают и накладывают на себя руки, но мы не можем заточить их в больницу, там завести это против закона, только по его согласию или по решению суда. Вот, к сожалению, вот этот прорех в законе очень существенный, и люди страдают и буквально погибают. Духовная болезнь, да, лечится, как Господь сказал, молитвой и постом. И вот посты имеют огромную роль в этой связи, что у нас установлены посты среда и пятница, это каждую неделю, еженедельно. Кто-то берет еще добытельный пост в понедельник. Пост предусматривает воздержание в пище, в жирной пище, только растительной пище. И также четыре из поста, мы знаем, это пост Рождественский, пост Великий пост, Петров пост, или Филиппо пост, как его называют, и Успенский пост, четыре поста. Но значимость постов в среде недели, среда, пятница и еще понедельник, они огромные, потому что человек периодически, ограничивая себя, тренирует свою волю, тренирует воздержание. А ведь что такое противостоять тому навалу плохого, что идет извне в человека, сказать нет или просто не принять это, это воспитание воли. Человек, если воля воспитывается в воздержании, то он уже сможет как-то совладеть с теми внешними искушениями, которые на него идут, с помощью своей воли и с помощью молитвы. Потому что он будет знать, что без молитвы, без умения воздерживаться, он не справится вот с этой нечистью, которая есть везде, и которая пытается погибить каждого человека. Как апостол Петр говорил, ищет, кого поглотите, как лев рыкович. Поэтому, конечно, поститься нужно. Все равно Господь как бы дает со временем человеку, если он не постится, он потом все равно переходит на диету. Приходит время, он начинает называть это диетой, но он не назовет постой по своему самолюбию, по городу. Он говорит, у меня диета, хотя это тот же пост. Если бы он был вовремя, все было бы хорошо и с организмом, и с духом, и с душой. Но посты и диета — это совершенно разные вещи. Совершенно разные, да, конечно. Потому что посты, диета — это человек сам для себя определяет. А пост, он как бы установленное время. Человек приходит, пришел время, он хочет, не хочет, и должен поститься. А диета он, вот я вот это ем, а это я не ем, вот хочу, не хочу. Человек должен сам, во-первых, понять, что жизнь нормальная у него будет только тогда, когда он будет стараться ее строить сам, эту нормальную жизнь. То есть он будет стараться, помните, во-первых, что плохое будет на него воздействовать. Мало того, в человеке, в самом человеке, внутри есть много плохого, которое пытается вырваться. Скажем, человек, который у наследовал от родителей склонность к пьянству или еще к чему-то плохому, оно в нем есть. Он получил это через рождение. И он должен учиться это погашать в себе. Поэтому то, что плохое человек есть, он научится это в себе погашать, с помощью будет. Тогда у него и жизнь будет совсем другая. Просто так, вот я захотел, буду жить хорошо, такого не будет, не бывает. Все равно человек приходит к тому, что что-то ему мешает, он чувствует, что что-то не получается, что-то вот не так. Я, вроде, все хорошо делаю, а тут не так. Но потому что он не соблюдая все, что Господь сказал. Вот дело это, это вот, есть же заповедь, есть заповеди блаженства, все, как мы должны жить. Господь все нам показал, святые отцы нам разъяснили, человеку нужно это знать. Ну, люди спрашивают, ты что-то читаешь? Да, я Библию прочитал, говорят. И, во-первых, прочитать невозможно. А сколько еще книг духовных, которые рассказывают, как жить, как любить, как работать, как воспитывать детей? Все это есть, но человек этого не знает. Поэтому, пренебрегая духовным законам, он не знает их, он попадается как раз на ловушку, в ловушку вот этих бесов и потихонечко-вотечко они их встаскивают к себе в свою пропасть. Именно по незнанию. То же, друзья, будем просить у Бога милості и заступництва от вплива темных духов. Тело здравия, души спасения. Слава Богу за все! Слава Богу за все!